Ольга Рак и Арина Бурдо на первый взгляд абсолютно ничем не отличаются от других студентов. Девушки так же, как и другие, внимательно слушают преподавателя, также получают знания по своей специальности. Правда, есть у девушек одно отличие, которое незаметно глазу. У каждой из них большое и доброе сердце. У Ольга и Арина волонтеры. Пришли в отряд добровольцев недавно, около года назад, но успели многое сделать за это время. Мы помогали в основном пожилым людям, ветеранам. Мы доставляли им продукты питания, также доставляли им лекарства, рецепты из поликлиник. Очень вдохновляли слова людей пожилых, которым мы помогали. Они нас вдохновляли, они нам говорили слова поддержки даже нам. Основная деятельность девушек была связана с помощью пожилым, одинокопроживающим и людям с инвалидностью во время пандемии COVID-19. И неудивительно, ведь именно желание помогать людям в такой непростой период стало толчком для студенток, чтобы пополнить ряды волонтеров. Оказать посильную помощь не только делом, доставив необходимые лекарства или продукты, но и словом, подбодрить людей – задача номер один для девушек. За время работы в волонтерском отряде у Арины и Ольги много наград и грамот, но для них важнее не это. Их вдохновляют люди, которым они помогают. То, что было, назвали нас на награждение с Олей в Минск, это было достаточно неживо. То есть я даже не стремилась к этому, когда шла заниматься волонтерством. То есть это просто было что-то такое для души. То есть это правда вдохновляет, когда вот ты видишь вот эти горящие глаза от счастья, то, что это делается совсем бескорыстно. То есть пожилым людям не надо за это платить, то есть за какую-то помощь. Потому что вот когда приходишь, и они когда говорят, а что мы вам должны? То есть ты говоришь, что ничего вы не должны. Они даже не верят, даже, напомню, одна бабушка расплакалась, пыталась мне дать денег, еды постоянно дают. Мы говорим, что мы это делаем абсолютно бесплатно. Просто, ну, чисто, чтобы помочь людям. И таких отзывчивых ребят в Брестской области более трех тысяч. Все они входят в состав 186 волонтерских отрядов. Как известно, волонтерство – это то, чем нельзя заниматься по принуждению. Эта деятельность учит нас доброте и состраданию. А такие качества человека в современном мире на вес золота. Продолжение следует...